Алексей Иванович Сидоров Кандидат исторических наук Кандидат богословия Доктор церковной истории Профессор Московской Духовной Академии Итак, экзегеза Максима Исповедника Вы знаете, об этом написано достаточно много И вот в том числе упоминаемый мною Сергей Леонидович Епифанович Здесь в своей замечательной книжечке маленькой написал О духовности как главном характерном, так сказать, принципе Подхода Максима Исповедника к священному писанию В других исследованиях говорится о его христоцентризме и так далее Вообще, занимаясь экзегезой святых отцов Хотя не главный объект моих занятий Я всегда думал, что вот это наше разделение на аллегорическое Всем вам известно, да? Анагогическое Духовное толкование, характерное для Александрийской школы И, положим, буквально историческое, характерное для Антиохийской школы Оно представляется мне очень неадекватно Вот в последнее время я стал над этим как-то особенно думать Понимаете, что это такое? Мы различаем эти школы по методу толкования Но метод толкования – это инструментарий А инструмент, понимаете, не определяет Все-таки смыслы и содержание толкования или экзегезы отцов Вот эта проблема, которая, конечно, для меня очень насыщена И за отсутствием времени я так только спорадически над ней думаю Я решил ее попробовать как-то к ней подойти На примере одного вопроса преподобного Максима В его труде «Вопрос-ответы к Фаласию» Это вопрос 65-й Здесь вначале задается вопрос Авы Фаласием, его другом И речь идет о 21 главе 2 книги царств Где повествуется о трехлетнем голоде Случившемся при царе Давиде И когда Давид вопрошал Господа, почему этот голод То Господь объяснил ему, что причина голода в кровожадности Саула И дома его, которые, будем говорить, истребили гаванитов Или гаванитян, их по-разному произносят И тогда Давид призывает гаванитов и спрашивает Что он может сделать, чтобы умилостивить Господа Они попросили ему отдать некоторых потомков Саула Чтобы повесить их на солнце Господь на горе Саула Как видите, повествование вполне нормальное, историческое для Ветхого Завета Ава Фаласи задает Максиму Исповеднику вопрос В чем смысл дюнамис этих слов И как можно духовным образом рассмотреть их То есть как мы можем духовно рассмотреть их Вот я хотел бы обратить внимание на этот вопрос Всех вас я учу, всегда вы меня знаете Что от вопроса зависит часто и ответ Надо всегда тщательно смотреть на этот вопрос И заметьте вопрос Как можно понимать? Духовно Вот этот вопрос предполагает определенный ответ преподобного Максима Конечно, я безусловно не буду касаться на всех деталях Надеюсь, что мы все-таки выпустим полные вопросы Ответы к Фаласию Я перевел, но еще надо будет посмотреть все это И Максим Исповедник начинает Вернее, он в ходе этого ответа говорит так Что, собственно, это место нельзя понимать в буквальном смысле Ибо, как он говорит, где в буквальном повествовании Кататенгисториян Найдем мы описание того, как гваниты истребили племя Саула Так, чтобы оно совсем не обреталось во всех пределах Израиля Ибо Мариваал, сын Иоаннафана, который был сыном Саула Спас всего царя Давида А также спаслись многие другие сродники Саула Как это приводится в книге Паралипомена Как гваниты, взяв семь мужей от семейства Саула Могли сказать Потребим его, да не будет во всех пределах Израиля Когда он, то есть Саул, умер задолго до этого времени И дальше Максим продолжает Впрочем, как кажется, к буквальным словам повествования К буквальным словам повествования Примешалось нечто противное разуму То паралогом Поэтому А для чего это примешалось? Чтобы мы постарались найти истинный смысл Вот заметили здесь какой ход мысли Буквальный смысл иногда нас заставляет думать над тем, что в глубине Вот И поэтому мы можем сказать Что полностью истребляет из всех пределов Израиля Телесный смысл Писания То есть Саул Так интерпретируется его имя И тот, кто духовным деланием И посредством естественного созерцания Словно посредством неких гаванитов Уничтожает Рожденную от этого писаного закона Сластолюбивую и телолюбивую привязанность души К непостоянной и вечно текущей материи Также уничтожает и Саула Вот Видите Максим Исповедник сразу переходит От буквального К смыслу духовному Но Хотелось бы отметить следующее Он прекрасно знает Буквальный смысл Это во всех его творениях Очень чувствуется Священное писание Он просто знает наизусть Вот Дальше он Говорит еще Об одной фразе Начало жатвы ячменя То есть В книге Первый царств Там повествуется Что они повесили Вот этих потомков Саула В начале жатвы ячменя Как объясняет этот преподобный Максим Началом жатвы ячменя Есть собирание добродетелей В деятельном любомудрии Осуществляемом вместе с неким Соразмерным духовным разумом Это очень тяжелая для восприятия фраза Кататен практикан философиен Метатенос симметро лёву Я ее так переведу Такому собиранию Присуще истреблять земное в писаниях И уничтожать всякие перстные движения в нас Заметьте начинается с чем С практического любомудрия То есть сделания Заповедей С практики И одновременно с тем Как человек разумным образом Логикос посвящает себя этому любомудрию В стяжании добродетелей Он естественным образом Переносит толкование писаний Из области буквы В область духа Так он служит богу в новизне духа То есть в осуществлении духовного делания А также посредством возвышенных созерцаний Таким образом для преподобного Максима Видите Постижение смысла писания Немыслимо без вот этого Деятельного любомудрия Ну грубо говоря без аскезы Без аскезы Подвиг доброделания И стяжания добродетелей И это подвиг добродетелей Подвижничества Конечно связано с созерцанием То есть вот это Известное всем Надеюсь Единство праксиса и теории Которое Всегда в христианстве прослеживается Которое ясно обозначил В частности и в Агрепонтийске И поэтому делание созерцания И постижение духовного смысла Священного писания По сути дела Есть единый процесс Нашего пути к Богу Вот вы знаете В этом вопросе преподобного Максима Как и в других его сочнениях Очень много этимологии Я не буду касаться здесь Очень тонкого вопроса О истоках этой этимологии Но его этимология Всегда имеет существенный И глубинный смысл Вот в частности Имя Саул Он говорит так Что это есть царствующий Посредством буквы И по смыслу плотской заповеди Над плотскими иудеями закон Вернее телесный способ Тропос Жития и телесное мышление Царствующий над тем Кто руководствуется Одной только буквой закона Вот тоже хотел бы обратить внимание Здесь с одной стороны Это плотской закон А с другой стороны Телесный образ жития То есть образ жизни греховный Так Если просто сказать Одновременно этот закон царствует И над плотскими иудеями Тоже живущими так Но и над теми Которые живет По-иудейски Будем так По-плотски Греховно Об этом я еще Скажу Вот И например Одна из наложниц Саула Она У преподобного Максима Ресфа В синодальной По-моему Рицна Вот Объясняется так Что это есть поприще уст И Имя Означает Учение загодно Сводящееся К одному произнесению слов Или к телесному Служению Два сына Рожденные Этой Ресфой Ермоний И Мемфис Софей Объясняются Как Анафема Их И позор Уст Их Первое Как он говорит Есть Тлетворные действия Страстей Осуществляемые В грехе Через тело А второе Противоестественное Движение Ума К пороку Или же Мысленное Обдумание В уме Дурного Оно Есть И называется Позором Уст То есть Ума Ну здесь масса всяких Моментов Я на них не буду Сейчас акцентировать Внимание Но важно Видите что Это тлетворные действия Страстей И ума По сути дела Движение ума К пороку И является Уже Началом Этого тлетворного Действия Вот А дальше Он говорит так Анафема Уст Есть место Наказания Имеющего Ныне Власть Над естеством То есть Мир Сей Ставший Вследствие Греха Областью Смерти И тления В эту Область Не спал Израиль Первый Человек После Преступления Заповеди Вот Он Говорит Что Этот Мир Связанный С Мирским Пристрастием И Я бы сказал Такой Страстный Страстным Настроением Человека И Порождает Тот Человек Который За буквой Не Видит Божественной Благовидности Вот Что Здесь Очень Четко Ну Это Известная Мысль Что Вот Наша Привязанность К букве Закона Связана С чем С Грехопадением То есть Это Состояние После Грехопадения И Преподобный Максим Объясняет Это Очень Ясно И Четко Что В данном Случае У нас Видение Священного Писания Искажено Грехопадением Так же Как искажено Все наше Познание Поскольку Мы становимся Рабами Греха Вот И Он Говорит Так Что Если Мы Обращаемся Только К букве Священного Писания То Становимся Одержим Страстями Оскверняясь Позором И Нечистотами Постыдных Помыслов В свою Очередь Эти Нечистотые Постыдные Помыслы Не Позволяют Нам Увидеть Духовное Содержание Закона И И Вот Образ Саула Как Буквального Толкования Образ Резв И Его Потомков Предпоставляется Образ Давида Как Символ Евангельского Духовного Закона Или Как Толкуется Имя Его Этимология Одна Зрение Сильного Ума А Так же И Самого Господа Вот В одной из холей К этому месту Говорится так Что Максим Понимает Под Давидом И Господа И Евангелие И Духовный Закон И Ведение И Созерцание И Разумное Делание И Новый Народ То есть Христианство Таким образом Саул и Давид Являются Как бы Двумя Антиподами Вот С одной стороны Как бы Между ними Существует Непримиримое Противоречие Ибо Как говорит Максим Совершенно Невозможно Сосуществовать Друг с другом В том же Самом Ката То Ауто Действенно И одновременно Телесному Началу И Началу Божественному То есть Духу И букве Потому что Невозможно Находиться В созвучии С другом Друг с другом Тому что По естеству Своему Обычно Дарует Жизнь И тому что Эту жизнь Отрицает И он Ссылается На известное Вам всем Изречение Буква Убивает Дух Животворит Апостола Павла И Он говорит Так что Букве Присущи Убивать Тех Которые Обращаются К Духу Писания И Поэтому Бог Пожалел Несколько Такой Антропомарфизм Который Меня Надо Сказать Ну Озадачил В греческом Это Мелэйтей То есть Ну как бы Бог Раскаялся Даже Как-то Выходит Да Что Помазал Саула Я имею Ввиду Писанный Закон Понимаемый Иудеями Плоским Образом На царствование Над Израилем И Даровал Поэтому Раскаившись Он Даровал Власть Духу Который Близок Букве И Превосходит Ее Своим Благом Вот здесь Место Очень Такое Сложное Но Хотел Обратить В греческом Топлес Сио Ту Граматос Кай Агато Юпер Тограма То есть И дальше он говорит Как Давид был Ближним Саула Так и Дух Несомненно Примыкал Или был Тесно Связан В букве Закона И этому Духу было Присуще Проявиться После Смерти Закона Вот Это тоже Очень Важный Момент Близость Буквы И духа В греческом Там Такой Глагол Парапегниуми Парапегниуми Буквально Воткнут Ну Внедрен Дух Как бы Внедрен В букву И С одной Стороны Буквы И дух Противоположны С другой Стороны Они Глубоко Связаны И вот Здесь Вот Возникает Такой Момент Который Я Назвал бы Возможностью Преображения Буквы Дух Не только Отрицает Букву Но Дух Букву Преображает Вот И Вот Максим К этому Переходит Когда Говорит Что Ну Опять На Ветхозаветном Повествовании Помните Давид Игрой На гусли Исцелял Саула От которого Отступал Злой Дух Помните Это Первая Книга Царств И Преподобный Говорит Так Когда Истинный И по Природе Музыкант Мусикос Давид То есть Господь Наш Иисус Христос Услаждает С помощью Духа Умозрительного Созерцания Своим Пением И закон Иудея То Одного Он делает Вместо Перстного Духовном А другого Приводит К вере Продолжает Он Дальше Опять же Закон Становится Мудром Софрон Эсти Если он Постигается Духовно Так же Как Иудей Становится Мудром Если Он От телесного Поклонения Обращается К Духовному Служению Бога Вот Это Тоже Очень Важный Момент Анти Иудейская Полемика Очень Прям Насыщена Во всех Творениях Преподобного Максима Особенно В вопросах Ответа Фаласию Это Чувствуется Но Выясняется Следующее Что Как бы Здесь С одной стороны Проявляется Внешнее Иудейство Собственно Иудаизм А с другой Стороны Ну я это Так В скобках Больших Взял Внутреннее Иудейство Вот То есть Практически В принципе Так если Можно сказать Что Каждый Является Иудеем Тот Который Поклоняется Ну Плоским Страстям Живет По плоти И стремится К греху Для преподобного Максима Исповедника Вот И он Говорит Так Тот Кто радушно Принимает Этого Духовного Давида И становясь Предметом Зависти Саула Не попадает В силки Вражды Но Наоборот Обладая Бестрастием И многим Челколюбием Исцеляет С помощью Кефара Духа Врага Удушаемого Лукавым Духом Тот Делает Этого Врага Мудрым Освобождая Его Словно От Лукавого Беса От Злой Эпилепсии Перстного Помышления Заметьте Тот Кто Обладает Бестрастием Другого Исцеляет Проблема Это Действительно Всем Вам Знаком И не Буду Здесь Внедряться В Достаточно Такие Пространные Экскурсы Относительно Того Что мы Это Все Испытываем На Самих Себя Что Когда Кто То Начинает Оскорблять Или Что То Мы Сразу Возмущаемся Мы Сразу Начинаем Кто То То Возмущаться А Видите Максим Исповедник Бестрастие То Есть Предполагается Что Бестрастие Невозможно Без Молитвы Молишься И А Это Не Человек Это Собственно Дух Лукавый Он Одержим Эпилепсией И Тогда Мы Если Исцеляем Этого Человека Вот Здесь Вот За Этим Кроются Глубинные Пласты Я бы Сказал Так Аскетичество Богословия Всего Всех Святых Отцов И преподобного Максима В частности Вот И Он Говорит Так Ведь Всякий Человек По Причине Зависти Ненавидящий Клевещий Злословящий Другого Человека Который Сильнее Его В подвигах Добродетели И Призабилует Словом Духовного Ведения Есть Саул Удушаемый Лукавым Духом Он Не Переносит Блаженной Славы Лучшего Добродетели Ведения А поэтому Бесится От того Что Не в силах Наложить Руку Надблагодетеля Вот Я Не Буду Дальше Касаться Что Собственно Иудейство Внутреннее Это Приверженность Нас Перстному Мышлению И Максим Исповедник Говорит Так Призовем Мы Духовного Давида Чтобы Он Заиграл На Кефаре Духовного Созерцания Ведения И Успокоил Наш Ум Страдающий Эпилепсией От Всецелого Погружения Материальной Вещи И Знал Лукавого Духа Вещественного Кружения Окрес Чувств Ой Не буду Здесь Много Всяких Нюансов Но Время Мое Истекает Вот Другими Словами Внутреннее Иудейство Так же Главных Препятствий На Пути Нашего Спасения Подводя Итоги Конечно У преподобного Максима Очень Много Деталей И Нюансов Всех Этих Я Б Сделал Такой Вывод Что Экзегеза Преподобного Максима Исповедника Отнюдь Не является Научной Герминевтикой Которая Так Сейчас Распространена В наше Время Более Того Я бы сказал Что она Даже Противоположна Этой Герминевтике И Несовместима С ней Для преподобного Максима Толкования Писания Не есть Изучение И исследование Некого Объективируемого Нами И Внеположенного Нам Текста Но Слово Божие Обращенное К нам Живущие В нас И ведущие Нас Ко спасению Оно Нас Деятельно Научает И определяет Наиважнейшие И главные Ориентиры Христианского Жития И Христианского Богословия В первую очередь Боговедения А Цель же Христианского Жития И Ведения Есть спасение И обретение Блаженного Удела В царстве Будущего Века Вот Отсюда Раскрытие Духовного Смысла Писания Для преподобного Максима Является Прежде всего Раскрытием Смысла Легоса Нашего Спасения И способов Тропосов Посредством Которых Оно Осуществляется Вот Такая Сатирологичность Экзегезы У нас Следована Преподобным Максимом Конечно В первую очередь От монашеской Традиции Но Приобретает У него Некое Такое Иное Звучание И добавляется Многими Такими Существенными Моментами Вот Собственно Чтение И Изъяснение Священного Писания Согласно Преподобному Максиму Преображает Нас Не только Возводит От ветхости Буквы К новизне Духа Не только Научает Нас И духовно Насыщает Но и Позволяет Общаться С самим Богом Не только Принявшим Человеческое Истисло То есть Воплотившимся Но и Воплотившимся В букве Писания Ставшим Как бы Душой И духом Его Без которых Тело Писания Мертво Поэтому Я бы Сказал Экзегеза Преподобного Максима Вместе С телесной Аскезой Молитвой Подвигами Доброделания Не есть Просто часть Духовно-нравственного Преуспеяния Но Все Они Вместе Совокупно Составляют Суть И Содержание Этого Преуспеяния Преуспеяния